Продолжая серию «Кто кого?» сейчас рассмотрим, а кто же сильнее – легендарный боец Питбуль или суровый азиатский Алабай. Питбули – это псы, которые выводились исключительно для боев с себе подобными. В дальнейшем именно от Питбули отошла декоративная ветка породы, которую начали называть американский стаффордширский терьер. Питбули не были зарегистрированы ни одной крупной кинологической организацией в мире и по факту не имеют какого бы то ни было внятного стандарта. Питбуль – это мускулистая собака, очень проворная, с крепким костяком и силой челюсти около 18 атмосфер. Рост сильно варьируется от 30 до 65 сантиметров в холке, как и вес, он достигает 50 килограмм. Шерсть у Питбуля очень короткая, без подшерстка, поэтому его шкура лишена естественной защиты от зубов оппонента. Современные рабочие Питбули находятся в пределах от 15 до 25 килограмм. Для нашего потенциального Пита мы возьмем верхнюю планку веса в 25 килограмм. Кстати, Питбулям иногда купируют уши. Вот так выглядит современный рабочий Питбуль. Алабай или среднеазиатская овчарка – это охранная порода собак. Вопреки распространенному мнению, алабай никого не пасут. Они занимаются именно охраной стад от волков и, как правило, работают небольшой стаей для надежности. Учитывая эту специфику работы, порода хоть и является крупной, но ни в коем случае немедлительной. Алабай, которые не могли справиться с волками, веками выбраковывались, потому что ни один пастух не будет кормить бесполезную собаку. Поэтому селекционный путь алабай прошли очень жесткий. Алабаем сразу после рождения купируют уши и хвосты. Рост в холке кобелей алабаев начинается от 70 сантиметров, вес от 50 килограмм. Уже на этом этапе видно, что верхняя планка роста и веса Питбуля является нижней планкой для алабая. Это, разумеется, дает бесспорное преимущество в бою. Но это еще не все. У алабая есть еще одно безусловное преимущество – это его шерсть. Он обладает густой шерстью с густым подшерстком. Его кожа также значительно толще, чем у Питбуля. То же самое касается и костяка. Он гораздо шире костяка Питбулей. Но главным козырем алабая является его челюсть. Если среднее давление челюсти Пита от 16 до 18 атмосфер, то укус алабая в среднем примерно в два раза сильнее – от 35 до 40 атмосфер. Для потенциального боя мы возьмем среднего рабочего кобеля алабая весом в 70 килограмм. Теперь рассмотрим манеру боя алабая и Питбуля. Питбуль, если говорить о настоящем Пите, это собака, которая никогда не останавливается до тех пор, пока его враг не будет мертв. Или пока Питбуль сам не умрет. Питбулю будет плевать на боль, переломы и другие травмы. Он просто будет продолжать бой. Питбули очень выносливы и могут драться часами. Алабая же, как правило, ведут бой не так. Если стравливаются два алабая, то они минут по 15-20 дерутся. Потом кто-то кого-то прижимает к земле или кто-то просто убегает. И на том бой заканчивается. Но это, как правило, бывают и исключения. Рассматривать бой мы будем Пита весом в 25 килограмм и алабая весом в 70 килограмм. От Пита, по сути, требуется одно – не давать горло. Как показывает практика, как только алабай вцепляется в горло Питу, бой моментально останавливают. Потому что своей мощной челюстью алабай за считанные минуты может просто убить Пита. Питу же недостаточно просто вцепиться в горло алабаю, потому что шерсть и шкура не дадут ему придушить алабая. И единственное, на что может рассчитывать в бою Питбуль – это продержаться 15-20 минут. После этого алабай откажется от боя и Пита признают победителем. Однако, как показывает статистика, в подобных боях почти всегда выигрывают именно алабаи. Потому что все, чему нужно обучить алабая – это взять Пита за горло. Как только это произойдет, бой либо остановят, остальные немногие бои Питы выигрывают исключительно своим напором и удачей. Но если попадается Питбуль тяжелее 35 килограмм, то это очень сильно сдвигает шанс на победу в сторону Пита. Но таких рабочих Питов в данный момент очень мало. Поэтому, отвечая на вопросы с заголовком, можно с уверенностью сказать, что в среднем современный рабочий алабай сильнее современного рабочего Питбуля.